Девочки, здравствуйте! Сегодня у нас будет стемпинг с пластиной Мойра, совершенно не сложный. Мне очень хочется походить вот с этим лаком от Вена Лиса, номер 1093, шампань. Он очень красивый и мне очень хочется с ним походить. Я решила сделать с ним стемпинг вот с этой пластины. Буду использовать два рисуночка, какие покажу позже. Сначала нанесем лак. В общем, сегодня не будет ничего прям суперсложного, но уж очень хочется мне вот такой красивый блестявый маникюрчик. Люблю я эти все блестки. На мне сейчас, как всегда, Вена Лиса акрилик гель номер 04 на ногтях. Кому нужно, ссылка будет в описании под видео. Ну все, сейчас в темпе ритма наносим наш, наш, мой любимый Вена Лиса. Вы знаете, как я люблю этот китайский лак. Считаю, вы же с ним. На сайте Алиэкспресс самым лучшим. Лучше пока не нашла. Посмотрите, как он красиво переливается. Он полупрозрачный. Его нужно делать или на подложечку, или три слоя, мне кажется. Тоже два слоя, мне кажется, будет маловато. Но мы сейчас посмотрим. Вот такой тоненькой текстуры, но переливается просто шикарно. Сейчас сделаю второй слой и решу, надо ли третий. Посмотрим. Скорее всего, надо, я думаю. Хотя, вроде плотненько ложится. Посмотрите, в два слоя, в общем-то, неплохо. Но я все-таки сделаю третий. Очень сам по себе лак очень тоненький, полупрозрачный. И он не будет так нагромождать ногти. Он сам по себе не плотный. Вот именно вот этот оттенок, шампань. То есть вы сами можете регулировать его интенсивность. Поэтому я все-таки сделаю три слоя. Ну вот, девчонки, я все-таки сделала три слоя. Посмотрите, как красиво он такой платиновый. Лак. Ну, в три слоя, мне кажется, просто идеально. Ну что, приступаем к самому интересному. Это стемпинг. Сначала мы снимем липкий слой с нашего гей-лака. У вена лисы присутствует липкость. Поэтому, допустим, очень хорошо на нее делать реверсивный стемпинг. Значит, пластиночка Мойра номер 64. Купить в России не проблема. В Яндексе вводите пластины Мойра. Купите, выйдет куча сайтов. Выбирайте для себя удобную вам доставку. Да, по стоимости. И все. Или заказывайте их из Венгрии. Тоже никакая это не проблема. Так, приступаем. Значит, сегодня у нас, да, вот такая пластиночка. Буду я использовать два рисунка. Лак от Николь Дайри коричневый. Вот, я посчитала, что коричневый сюда подойдет лучше, чем черный, например. Значит, на безымянный и средний я буду использовать вот этот рисуночек. А на остальные пальчики целиком перекрою лак. Это вот этот. Посмотрите, вот такие вот шиммерные лаки. Очень хорошо смотрятся рисунки. Вот с такими, знаете, дырочками. Да, вы видели, я много раз использовала такого типа рисунки. Сквозь них очень хорошо смотрится шиммер. Очень эффектно. Но все-таки, так как лак очень красивый, я хочу на двух пальчиках его открыть, показать, насколько он красивый. Ну, вот так вот. Начинаем, девочки. Ну, ничего здесь сложного нет. Надеюсь, Николь Дайри не подведет. Такой коричневый у меня только в этой фирме. Коричневый вообще первый раз я использую, мне кажется, да, мне кажется, за столько лет первый раз я использую коричневый. Вот так мы открыли кутикулу. И так же делаем на безымянном пальчике. Здесь главное, да, открыть ровненько нашу кутикулу. А остальные уже, когда пальчики там уже можно не примиряться. Смотрите, Николь Дайри дал мне примириться. Не засох. Да, девчонки. Дал примириться. Все хорошо. Делаем безымянный. Дальше уже будет все проще. Вот сделали с вами безымянный. Вот эти кружочки я планирую украсить стразиками. И вот так красиво, видите, у нас открылся лак. Как френч. Это френч, кстати, имейте в виду. Вот этот рисунок можно, конечно, использовать на френч. Делайте белый лак. И, допустим, бежевый вот этот рисунок, да. И будет у вас издалека прям френч, 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 да. Обожаю стемпинг френч. Очень легко его сделать. И будет прям настоящие улыбочки, да. Просто стилизованные. Все. А сейчас уже можно не примиряться, как налепил, как перенес, как говорится. Сплошные рисунки. Это вообще красота. По стилю очень подходят они друг другу. Здесь тоже вот такие вот кружочки в элементах. Поэтому я посчитала, что... Ну так, вообще дизайнеры, конечно, все это подбирают. Они уже думают, какие рисуночки, да. И очень подходят, их объединяют вот эти кружочки. Лак вот такой коричневый. На золотом хорошо смотрится. Перекатом аккуратненько. Все у нас перенеслось. Ну все, девчонки. Проще нет. Проще нет. Но когда рисуночки парные, очень друг другу подходят. Это очень смотрится симпатичненько. Да. Так. На большом пальчике, конечно. Вообще шикарный этот рисунок должен раскрыться. Раскрыться. Видите, аккуратненько переносим. Аккуратненько. Смотрите, как хорошо на большом. На большом больше всего у нас перенеслось. Кружочков орнаментов. И мизинчик. Ну, на мизинчик много не помещается. Такс, такс. Николь Дайри молодец. Меня радует. Радует Николь Дайри меня. У Мойра очень классные скребочки. Если будете заказывать пластину, возьмите хоть один скребочек. Ах, как хорошо. И даже на мизинчике неплохо смотрится. Ах, какой лак красивый. Ну, конечно, не хватает стразиков для полного счастья. Хотя бы на два пальчика. Класс. Ну, что, девчонки, посмотрите. Я все уже сделала. Осталось только стразики. А у меня вот такой наборчик. И буду сегодня использовать вот такие. Мне кажется, они очень подходят к нашим лакам. И для стемпинга, и для фона. Очень цвет прям шикарно подходит. Такие золотисто-бронзовые. Так, значит, наносим сначала азур на все пальчики сразу, да. И потом я нанесу страз. И потом покрою еще раз топом. Эти стразы надо покрывать топом, потому что они могут облезть во время носки. Так что так вот, приступаем. Все, нанесли топ. Перед тем, как сушить, да, сейчас нанесем стразик. Ну, я обожаю вот эти стразы. Очень классные. Идеально подходит под диаметр. Просто идеально. Не сильно он такой, знаете, блестявый. В меру. Отлично. Вот этот стразик. Отправляю на минуту в лампу. Сейчас проверю, все ли хорошо сидит. Да, все отлично. Сейчас все просушим. И покроем еще одним слоем. Ну и все. Девчонки, покрываем вторым топом. Обязательно, чтобы, во-первых, наш стразик не облетел. Во-вторых, чтобы стемпинг еще лучше держался. Ну все, девчонки, отправляю в лампу на минуту. Сделаю вторую руку и покажу вам, что получилось. Ну что, девчонки, посмотрите, какая красотень у нас получилась. Особенно вот такие лаки смотрятся на солнышке. Просто, просто шикарно. Все время хочется любоваться пальчиками. А даже к моим часам, смотрите, как хорошо подходит. Да, девчонки? Напишите ваше мнение. Лак шикарнейший. Цвет шампань 1093. Что-то там еще наподобие есть. Вот так. Очень мне нравится этот зеленый. Это пёрли грин. Советую. Это, значит, номер у нас 1088. Очень красивый вот этот. Очень красивый. Это номер 1103. Colorful silver. Цветной серебряный. На него назвали, не знаю почему. Но, в общем, девчонки. Венолиса – это моя любовь. Николь Дайри не подвел. Номера здесь нет. Просто коричневый. Стразики. Очень люблю эти стразики. Они хоть такие вот маленькие, не сильно блестявые, но дополняют маникюр. Но все-таки советую вам их перекрывать топом. Сверху не обходить для блеска, а именно сверху покрывать. Ну, а Мойра не нуждается в рекламе. Это шикарнейшие полостины. Одни из самых моих любимых. Номер 64. Все, девчонки, напишите обязательно ваше мнение, как вам маникюрчик. С удовольствием все почитаю, всем отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!